Тарасия, замерз что ли? Татула Татула Заходим, заходим ну чё ты пройди сюда ну чё-то там села ну весь не несколько лет заходим заходим дети завершили на каком парке вместе снижать а тут чуть на первое место посадить заходим находит здесь я наоборот это ближе к выходу вот ближе куда лодка кресту царю небесный утешителю души стены и живи с детства и вся исполняя сокровище благих и жизнеподателю прийти сели сябны и очистены от всякие скрельны и спаси благослови наше собрание да и все услышанное здесь запомнить растворе это вера и пошли на нашем пути людей с которыми могли бы поделиться сей радостью ты умер за наши грехи и вот воскресный день собрал нас здесь благослови нас хвала тебе честь и поклонение отец и святой дух аминь толкование на сегодняшнее евангельское чтение во имя отца и сына и святого духа аминь евангелие от луки 10 глава с 25 по 28 стихи и вот один законник стал и искушая его сказал учитель что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную он же сказал ему законе что написано как читаешь он сказал в ответ возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей всей крепостью твою всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя иисус сказал правильно ты отвечал так поступай и будешь жить толкование законник этот был человек хвостливый очень высокомерный как оказывается из ниже следующего и сверх того товарный поэтому он приступает к господу искушая его вероятно он думал что ловит господа в его ответах но господь указывает ему на тот самый закон которым он очень надмивался смотри с какой точностью закон заповедует любить господа человек есть совершеннейшее из всех творений хотя он имеет и нечто общее со всеми ими но имеет и нечто преимущественное например человек имеет общее с камнем ибо он имеет голос и локти они бесчувственны как камень имеет общее с растением потому что он растет и питается и рождает подобное себе как и растение имеет общее с животными бессловесными потому что имеет чувство гневается и походство но что возвышает человека над всеми прочими животными он имеет общее и с богом именно разумную душу поэтому закон желая показать что человек всецело во всем должен предать себя богу и все душевные силы пленить в любовь божию словами всем сердцем указал на силу более грубую и свойственную растения словами словами всем разумением обозначил отличительную силу человека разумную душу слова всею крепостью мы должны применить ко всему этому и ближнего твоего как самого себя закон по причине младенчества слушателей не могший еще преподать совершеннейшего учения заповедует любить ближнего как самого себя но христос научил любить ближнего больше чем и самого себя ибо он говорит никто не может оказать больше той любви как если кто душу свою положит за друзей своих евангелие от иоанна 15 и так законнику говорит правильно ты отвечал поскольку ты говорит подлежишь еще закону то ты правильно отвечаешь ибо по закону ты верно рассуждаешь евангелие от руки 10 глава с 29 по 37 стихи но он желая оправдать себя сказал иисусу а кто мой ближний на это сказал иисус некий царит человек шел из иерусалима в эрихон и попался разбойникам которые сняли с него одежду изранили его и ушли оставив его едва живы по случаю один священник шел той дороге увидев его прошел мимо также и левит быв на том месте подошел посмотрел и прошел мимо самарянин же некто проезжая нашел на него увидев его сжалился и подойдя перевязал ему раны возливая масло и вино и посадив его на своего осла привез его в гостиницу и позаботился о нем а на другой день отъезжая вынул два динария дал содержатель в гостинице и сказал ему позаботься о нем и если держишь что более я когда возвращусь отдам тебе кто из этих троих думаешь ты был ближний попавшемуся разбойником он сказал показавший ему милость тогда иисус сказал ну иди и ты поступай так же толкование законник получив похвалу от спасителя выказал высокомерие он сказал а кто ближний мой он думал что он праведен и не имеет подобного себе и близкого подобродетели он полагал что праведнику ближний есть только праведный же и так желая оправдать себя и возвыситься пред всеми людьми он с гордостью говорит а кто ближний мой но спаситель поскольку он творец и во всех видит одно создание определяет ближнего не делами не достоинствами но природой не думай говорит что поскольку ты праведен то и нет тебе никого подобного ибо все имеющие одну и ту же природу суть ближние твои и так и ты сам будь ближним их не по месту но по расположению к ним и заботливости о них для того и привожу я тебе в пример самаренина чтобы тебе показать что хотя он различался по жизни однако стал ближним для нуждающегося в милости так и ты проявляя себя ближним через сострадание и поспешай на помощь по собственному признанию и так этой причине мы научаемся быть готовыми к милосердию и стараться быть ближними для тех кои нуждаются в нашей помощи познаем и благость божию в отношении к человеку природа человеческая шла из иерусалима то есть безмятежной и мирной жизни ибо иерусалим означает видение мира куда же шла в иерихон пустой низкий и удушливый от жара то есть в жизнь полную страстей смотри не сказал он сошел но шел ибо природа человеческая всегда склонялась к земному не однажды но постоянно увлекаясь страстной жизнью и попался разбойником то есть попался бесом кто не сойдет с высоты ума тот не попадется бесом они разоблачив человека и сняв с него одежду добродетели нанесли ему греховные раны ибо они сначала обнажают нас от всякого доброго помысла и покрова божия а потом и наносит раны грехами природу человеческую они оставили едва живым и потому что душа бессмертна а тело смертное таким образом подчинена смерти половина человека или потому что природа человеческая не совсем была отвержена а надеясь получить спасение во Христе и таким образом была несовершенно мертвой но как через преступление Адама смерть вошла в мир так через оправдание во Христе смерть имела быть упраздненной в римлянам 5 глава 16-17 стихи под священникам и левитам разумею пожалуй закон и пророков ибо они желали оправдать человека но не могли невозможно чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи евреям 10 глава 4 стиха закон пришел и остановился над лежащим но потом не имея силу врачевать отступил это и означает прошел мимо смотри слово по случаю имеет некоторый смысл ибо закон действительно дан не по особой какой-то причине но по причине слабости человеческой Галатам 3.19 не могший сначала принять Христово Таинство поэтому и говорится что священник то есть закон пришел врачевать человека не нарочито но по случаю чтобы мы обыкновенно называем случайностью но Господь и Бог наш ставший за нас клятвою Галатам 3.13 и названный Самаренином Иоанна 8.48 пришел к нам совершая путь то есть под предлогом к пути и целью поставив то самое чтобы исцелить нас а не проходом только и посетил нас не случайно но жил с нами и беседовал непризрачно тотчас перевязал раны не попустив болезни усилиться но связав ее возлил масло и вино масло есть слово учение предуготовляющее к добродетели обещания благ а вино слово учение приводящее к добродетели страхом и так когда ты слышишь слово Господа придите ко мне и я успокою вас Матфея 11.28 это масло ибо показывает милость и успокоение таковы же слова придите наследуйте царство уготованное вам Матфея 25.34 но когда Господь говорит идите во тьму Матфея 25.41 это видно учение строгое ежедневно те которые бывают крещаемы исцеляются от ран душевных будучи помазуемым миром тотчас же приобщаясь к церкви и причащаясь к божественной крови Господь посадил нашу израненную природу на своего подъеремника то есть на свое тело ибо сделал нас своими членами и причастниками своего тела нас по долгу находящихся возвел на такое достоинство что мы одно с ним тело гостиница есть церковь всех принимающая закон не всех принимал ибо сказано амонитянин и маовитянин не может войти в общество Господне это законе 23.3 но во всяком народе боящийся его приятен ему деяние 10.35 если желает уверовать и сделаться членом церкви ибо она всех принимает и грешников и мытарей примечай точность какой сказано что привез его в гостиницу и возымел о нем попечение прежде чем привез в нее он только перевязал раны что это значит то что когда составилась церковь и открылась гостиница то есть когда вера возросла почти у всех народов тогда открылись и дары Святого Духа и благодать Божия распространилась это узнаешь из деяний апостольских образ гостиника носит в себе всякий апостол и учитель и пастырь им господь дал два динария то есть два завета ветхий и новый ибо тот и другой завет как изречение одного и того же бога имеют на себе изображение одного царя сито динарий господь восходя на небеса оставил апостолам и последующих времен епископам и учителям сказал если что из своего издержишь я отдам тебе апостолы действительно издерживали и свое много потрудлившись и повсюду рассеивая учения да и учители последующих времен изъясняя ветхий и новый завет много издерживали своего за это они получат награду когда господь возвратится то есть во второе его пришествие тогда каждый из них скажет ему господи ты дал мне два динария вот я приобрел другие два и он так скажет таковому хорошо добрый раб и небольшой комментарий на слова два динария два завета и слова учения это по масле и дине это самаринин масло и так комментарий Игнатия Лапкина что могут сказать на суде божьем православные пастыри скрывшие эти и два динария и ничего не потратившие сверх их жизнь такого гостиника сплошное самоосуждение и гибель для тех над кем он властвует так как он отменил закон божий то есть Библию то это место не осталось пустым стали вводить лже духовность потребовались видимые атрибуты поклонения и все кавычка замироточило это поражает воображение язычников приходящих в храм они чувствуют себя как и послы князя владимира как на небе разум спит слово божие отсутствует и истолкование библии никто не ищет к этому нет никакой жажды у народа если это толкование блаженного филарда читать вслух священников не называя автора то они мгновенно выдадут это говорит баптист это они носятся со своей библией придумали крещение с полным погружением как праздник языческого бога Нептуна справляют беседовать на тему разумения священного писания с православными вообще не приходится у них намертво атрофировано духовное чувство близости к богу через слышание слова божия и похоже выхода из этой ситуации не предвидится если не будет установлен авторитет библии бог не изменен как святой истинный если за отступление от своего слова он разметывал израиль как засохший ком грязи по всему миру превращая его в пыль точно так же будет и с нынешними презрителями слова божия то есть библии евреям 13 8 иисус христос вчера и сегодня и вовеки тот же за отступление от истинного поклонения богу уничтожает поклонения за бог уничтожает поколения за поколением оставляя себе только единицы верных церков 16 3 лучше один праведник нежели тысяча грешников может случиться так что и вся земля русская будет исповедовать иную веру так как бог перестал защищать землю которая отвергает его слово исчезает нация сделавшаяся бога противной и не признающая слова творца своего и во всем в этом виноваты пастыри скрывшие слово божие евангелие от луки 13 3 нет говорю вам но если не покаетесь все так же погибнете да не будет этого с нами аминь спасибо а болящих очки да ну а вне еще болеют у нас и леонида заболела они по очереди сейчас вот брат тараси говорит я вас спрашиваю ты здоровый а вроде бы здоровый вроде бы здоровый Оля звонила сакакова тоже заболела да не может быть так и путешествующие константин и поля путешествующие вот ну отец и и володя ну карелия не болит ну тебе какая разница куда ну путешествующие сегодня проповедь была вот дознаваться можно куда-то зачем кто как и с кем ну 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 следующее воскресенье будет не относится к этому совершенно значит мы не правы позвонил брат Игорь всех благодарит за молитвы он доехал до места Юлия еще учится благодарит за молитвы и просит молиться дальше да мы не будем заниматься спрашивают зачем я хочу сказать что случайно я случайности давно уже не верю все закономерно в интернете наткнулся на информацию наверное может быть уже вы и слышали об этом о сиамских близнецах кто такие сиамские близнецы это когда в утробе матери развивается два организма двое детей сросшиеся какими-то частями тела это может быть одна общая грудная клетка одна общая брюшная полость руки ноги по-разному вот в частности у живущих сиамских близнецов ну одна из них уже умерла зита и гита в Киргизии вот они сразу мать не смогла взять их домой потому что там все это деревня и все в деревне там сразу знают в общем там пытались скрыть какое-то время но не удалось это естественно отдали приют и вот они какое-то время находились в этом приюте потом мать долгое время искала возможности сделать операцию чтобы их разделить вот причем когда разделяют этих сиамских близнецов то чаще всего один из них потом умирают что-то не хватает вот у этих сиамских близнецов у зиты и гиты были было три ноги нет одна какая-то общая нога была то есть пятая наверное нога была в общем как две общих было одна совсем вот такая и это третья нога значит начала загнивать ее прооперировали потом удалось все таки их разделить в москве сделали эту операцию длительная была операция и когда они еще были вместе там описывается что они вот будучи вдвоем в одном как бы объединенном теле а головы то разные и намерения и желания разные дрались между собой и желали разделиться и в то же время и вместе вот но я хочу сказать об этом не только потому что это интересно с министерской точки зрения но с нашей позиции как мы знаем что люди которые принадлежат другому вероисповеданию то есть исламу они как сказал один из наших богослов что ли скажем так что они народ какой талантливый религиозно талантливый так вот они тоже оказывается оказались религиозно талантливыми потому что они пришли к Богу ну к исламу к Богу в исламе какой бы калаху вот и стали изучать Коран то есть они изучали какой то там да обе они и причем одна из них которая умерла теперь по моему Зита умерла Гита осталась они она вот эта оставшаяся изучила Коран то есть наизусть 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 изучила и она уже теперь выступает на конкурсах чтецов этого Корана я хочу сказать насколько же мы часто фарисействующие говорили что мы не такие вот что мы там православные что мы лучшие но насколько мы хуже бываем в каком-то отношении и можем взять пример вот с них в изучении Слова Божия какое ревение какое желание знать Слово Божие должны мы иметь по сравнению с ними то есть не хуже должны быть или хотя бы побуждать себя да или побуждать заставлять как батюшка нам все время говорит надо же нудить нудить себя заставлять себя нужно постоянно к изучению Слова Божие не думай что ты уже сегодня достиг и все на этом если ты стоишь то бойся чтобы не упасть вот такая вот информация об этих апостол павел к этому сказал что если ты все знаешь то значит ты еще не знаешь то что правильно надо если думаешь что знаешь как должно знать как правильно да как дела Ваня как у вас там как учеба как вы там чем обеспечены все есть учеба пока нормально нормально как у Фросси отец то как хорошо все хорошо да с отцом с папа то ходит на службу мы ходят Дмитрий Ростовского ходит все таки каждое воскресенье не каждое воскресенье не каждое но ходит я просто хочу сказать что на этой неделе пост начинается вдруг кто-то забыл и у нас будут всегда я вспоминаю то что хотела сказать но уже после поэтому вот первый раз вспомнила до во время поста мы будем все причащаться надеемся все просто во время причастия всегда иногда получаются такие немножко как бы затормаживаться когда подходят после причастия то есть когда причастились самое главное после причастия батюшка об этом говорил вот эта вода называется теплая такое ее название теплая теплота да правильно спаси Христос ее нужно запить и отойти на клиросс или где вы хотите ассенция но у нас многие попили откусили попили сейчас подожди прожую жуют опять запили опять постояли а там уже двое а там уже трое за спиной ну то есть скушать просворочку аккуратненько ее отнести можно и в метре от этого клироса а самое главное теплота ее нужно выпить запить чтобы причастие ушло чтобы оно не во рту не лежало а дальше вы уже можете в сторонку зайти и там потихонечку благочестиво ее скушать тормозят дети им в рот сразу засунули эту просвору вот они запили это было более мое так причастие запили и с просворой пошли запивается правильно причастие теплотой нужно запить а не заесть а то начинают заедать как завтрак короче небольшой цен частями так еще у кого есть слово да Галя я хочу вас поблагодарить всех братья и сестры за ваши молитвы о Тарасе вот он сегодня с нами он выздоровел спасти Христос он сказал что он наверное выздоровел ну так и для того чтобы сходить в храм он выздоровел и в школу тоже ходит а вот помолитесь за Огнюшу и за Леонида ну видимо мы подцепили вот этот вирус в чем ситуация скажи температурка жар начинается горло болеть горло прям красное без гноя не ангина не ангина гнойная а горло болит и что прямо тут прямо вот так сдавливает красное прекрасное и когда пьешь вот когда горяченькое прям так больно да больно глотать температура поднимается только высокая до 39 у Тараса еще немного на уши отдает у Тараса не было на уши это уже посложнее ну и Леонида тоже у Наташи живет у Наташи да муж живет кто не знает кого не было не слышали он прошел 7 химиотерапий еще нужно 5 и будет проходить Ничего себе Наташа его уговаривает что ну не надо может быть это пока хорошо себя чувствуешь и все ну он сам доктор сказал будет проходить она ему подает травы слава богу что она знает о травах какие ну еще и в интернете вычитала какие погашают подавляют рак вот этими травами она его будет врачи назначают какие-то антибиотики она ему не разрешает потому что там ну куда еще антибиотики там уже иммунитета почти ноль поэтому но он достаточно хорошо себя чувствует если ездит на работу да вместе они теперь что с работой они вместе ездят на работу ездят с детьми потому что детей оставить не с кем Наташа учится там на водителя там конечно не такие стандарты водителей как у нас у нее хоть есть наши российские водительские права там по другому немного он ее учит вот той работе который работал сам показывает обучает и она вместе с ним там работает дети с ним у детей домашнее обучение в школу государственную они уходят можно конечно отдать в частную школу но это дорого им не в школу доросли до школы доросли до школы им не потянуть частную школу да конечно финансово а так частные школы конечно по приличной государственной поэтому они учатся на дому еще может есть вопросы спасибо христос поклонные давай продолжайте молиться тебе помог да по маме они подали прошение сенатору так как им отказали в Москве в посольстве им отказали чтобы мама приехала и не подали прошение к сенатору ну без этого отказа к сенатору нельзя было подойти там им так и объяснили сперва съездите в посольство в Москве если там отказывают обращение к сенатору подаете ну пока что в ВОЗ и ныне там так что пожалуйста продолжайте молиться мама им нужна не просто так да приехать а с детьми чтобы она сидела папа Наташа будет ездить работать а на дом на обучение сами они ведут конечно сама Наташа ведет у нее есть там помощница женщина она ей помогает конечно но в основном сама а как мама зовут Полина Полина Пелагея Пелагея да продолжайте молиться спасибо господи помоги господи им да у меня в ручке разрешили поворачиваться на бок после травмы тазовых костей пока только так садитесь еще разрешаем ну уже делали положительные все равно слава Богу еще можно да мама моя тоже Валентина передает всем поклон тоже попросила помолиться у нее со спиной через спину в общем и на живот переходит и на тазовые кости рентген там показал что у ней там набор всякий там и позвоночник искривленный сечение дисков и от этого в общем там вот весь низ вот это тазобедренный ну еще и то что на огороде постоянно я говорил об этом ну сами понимаете все огородники спасибо господи слава Богу Игорь Тихович вам слово ну слово я как бы отчет дам в прошлый раз я не успел дать спрашиваю всегда начиная с молитвы кто-то говорил не хватило молитвы а сестра Надежда Муха еще сделала так кому дать семикратную молитву так еще так еще кому дать так еще кому дать так Елене сестре пожалуйста спасибо я сейчас сразу и спрошу на этой неделе кто молился так как здесь написано семикратный день как Давид говорит Савок 118 164 прославляю Бога за суды Его не за то что получил и нравятся суды поднимите руку чтобы я увидел что я не напрасно тружусь один день да даже один день это то хорошо ни одного дня не пропускать вот считайте себя должен перед Богом должен я называю я называю некоторых людей которые мы лично не встречали таких как царь и пророк Давид подружитесь с ним Ян Затаус говорит при множестве государственных дел он находил время семикратно в день прославлять Бога за то что его гоняют за то что охотятся что убивают он ускользнул за суды вам это понятно если ты начальник начальствуй с усердием избирали одного говорит епископ а он никак не соглашается это житие святых он говорит почему а я говорит епископ над чем над желудком своим вот эти болезни когда у нас идут это не то что от неправильного питания как правило одним словом а так жорство лишние килограммы и сердце почки под глазами коленях без человека подошвы ноги до темени головы как одна пишет я болела столько то сбросил человек 64 килограмма сбросил все до одной болячки ушлись и нету другая на кремлевской диете сидела точно так же газеты центральные аргументы по акту об этом пишут ну как так неудержимо ну лишнее то зачем тебе таскать вот оно и такое идет теперь я как бы отчет хотел дать о своей необычной должности которой я должен ревновать я не только староста по старости тут помещение есть тепло благодарим Бога священник есть ну все как что требуется по моей должности в лагере нету теперь приезжаю в деревню и мы по лагерному уставу так все и живем купили несколько домов люди тут тоже я отчет дал у меня очень необычная редкая во всех отношениях должность должность я считаю попечитель я должен знать все нужды я стал об этом размышлять как бы быть не повинным перед Богом я увидел что забота о теле не на первом месте о душе о душе а как о душе очень просто чтобы душа спаслась и я должен об этом заботиться вот то что я раздаю это уже у моего попечителя смотрите я раздаю нуждаются я попросил сесть на одну скамейку вот брат второго брата нету Нестор он что заболел или что нет он дома на дежурстве остался на дежурстве на дежурстве ну вот вы знаете мать у меня умерла в 42 года Анастасия Валерьевна отец глуходневой домовый и мы тут образовали фонд овощей я еще раз напомню обо всем этом при них и мне нужны здесь два будут человека еще отсюда и чтобы вы знали у них заботы такой что вот настоящий нет никакой мы они для меня как дети как внуки я ежедневно их перед собой вижу и я очень ревную об этом о чем я сказал чтобы фонд был образован не менее как семизначные цифры сразу по порядку мне все время кто-то выдает деньги помаленьку два раза в год приходится снимать вот такой телефончик вчера пять пятьсот рублей скинули стали снимать десятину снимают за то что я снимаю десяти тысяч тысячу отдай им может знает кто то другой выход какой то я всем объявляю не посылайте мне сюда мне ни одна копейка не идет я никому никому не звоню у меня экономия такая что слушать легко а рядом будешь жить ты захочешься так подумайте как снять мне сейчас нужно именно снять отсюда деньги которые уже ну два раза в год было там по семь тысяч по десять вот нужно снять вам надо к этому телефону привязать карту и люди зная телефон будут кидать на карту так все сейчас делают мне не надо а карты с карты тоже снимают деньги так не снимают так не снимают все кто снимает сам я ежедневно за заведение карты снимают каждый год что вы сказки рассказываете так бесплатно бесплатно с них не снимают так попробуйте чуть попозже я ежедневно выставляю один ролик идет тысячу тысячу там семидесятый уже ролик события дня и начинается дальше просьба ко всем и дальше в какой родились их имена все есть и показываю как батюшка посещал поминки были отпевания все здесь безобманно говорю кто такой отец уходимой кто может помочь и привязка как к телефону это Галина Александровна загуляева к ней мне не надо я объявляю это ежедневно мало того пояснения дают потому что много мошенничают ну зайдите посмотрите вот они рядом я отдельно ролик выставлю о них так напрягитесь маленько я сейчас одно дело скажу апостол Павел говорит Христос об этом говорит и плод приносит 30 60 100 крат может быть отмечены эти цифры но я подумал именно 3 а меньше если где а меньше нету у нас есть пятизначная оценка единица два три четыре пять кончил на пятерке придумали слово хорошист это на четверке если где то есть и я почему то подумал что тройка это государственная отметка с тройкой тоже выдают адвесат и все с двойкой не выдают ему надо повторно что то делать и вот это 30 крат это на тройку у нас евангелие которое по благослованию написано патриарх и кирилла вышли там берите по 30 и начинайте раздавать и работать я вас заботюсь о ваших душах что посеешь что пожнешь какие-то души обратятся у меня постоянно новые люди приходят и отцом называют какой я отец а я через ваши нашел ну ни худо ни бедно посещаемостью 27 миллионов это на нашем ютубе миллионов просмотров и новые и новые люди все время приходят и которые приходят настолько неревностные просят чем как помочь все распространяют а вы рядом здесь и не спрашивайте может быть настолько тайны настолько их истинны что боитесь чтобы вас знали свет важно светит перед людьми не под столом с меча стоит город на вершины горы не может учиться бог запрещает тщеславиться больше ничего в этом нет они так что сделал левое не знает правое левое и правое тут легко объяснить бывает семейный кто то против сделал тайну да ну и все моя задача стоит здесь теперь я к ним обращаюсь вы меня слышите ни копейки никто не получит когда он покинет православную веру никто заранее чтобы вы знали дальше поделить поровну и вчера я молился об этом вдруг мне мысль пришла а поровну то не получится за это время что то может произойти кто то заболел без вашего согласия мы ничего делать не будем уже решено решение первые слова я уже выпустил поровну а потом думаю не поровну но теперь уже с вашего согласия она заболела ей срочно нужна помощь а там ради которой сумма наберется та сумма делится поровну по четвертинки каждому но я скажу семизначное это один миллион по 250 тысяч ему нужно будет что на что то вы согласны что что ваш пай будет уменьшаться за счет того что часть средств будет взяты на сестру или на брата ты согласна ты согласна место расспросите я о пустых вещах как будто спрашиваю но это надо я должен до конца найти чтоб потом вы не сказали что мы были неверны в слове своем я ежедневно обращаюсь теперь обращаюсь к вам вы как считаете им можно помочь решение общины я уже знаю но мне хочется вас увидеть вы согласны помогать конечно ну однажды тридцать крат сделайте на тройку хотя бы сдайте по по одной пенсии за месяц вложите в это через годину александровну ну кто не может ну половина ну вложений не обеднеешь ты поверь тебе бог положит на сердце это приходили и меня к ногам апостолам ложили не ко мне мне ни одна копейка ниоткуда не попадает мне в америке ни одного цента ни одно мороженое не могли скормить дорога ездили наши братья что-то брали мороженое или рыба дорогая я не ел я ходил с табакой гулял они знают брат николай подтвердит и из-за того что я не хочу из-за того что у меня другой стиль я никого не побуждаю поступать так ну один раз помогите мне потому что я попечитель и забочусь по одной пенсии там или что у вас есть месячный заработок положите чтобы сдвинулось с места и откуда-то из меня может быть поступает но почти нет пока я не расшевелил людей потом я вот это что говорю да так кто не согласен с этим не стыдно поднимите руку против нету поэтому внутреннее ваше желание воплотите в дело и бог воздаст вам ни десятину из-за которой господь говорит отверзу небо пролью на вас милости но сделайте больше десяти десятин хотя бы один раз меня никто не заставлял я хвалюсь господом ко мне не приходит один раз я услышал в первый год когда евангелие получил в шестьдесят втором году платить десятину у меня как вспышка какая господи дай мне силу девять десятин платить по сегодняшний день заработал девяносто на дело божие и пятьдесят шесть лет позади я никогда не был голодный повторяю только книги вот эти издать где-то по сегодняшним деньгам где-то пятьдесят пять миллионов на тридцать пять мы раздали бесплатно миллионов я о миллионах сегодняшних деньгах говорю сегодняшних а денег то у меня нету на горющее что мы ездили дорогой я рассчитывал мой карман но он не мой это люди знали милостью божией совершенно незнакомые с других сторон с других стран помогали я хвалюсь господу моего ничего здесь нету вы не знаете где ваши дети будут где мы будем стройте с места время уже достаточно прошло с июля месяца с августа там с июля уже это известно было выложите через Галина Александровна все данные там через нее вы не против что на нее я уже спрашивал об этом я забочусь о вашей душе вы даете не им а Богу Христу Господь говорит посетил меня посетил его меня посетил помог ему меня мне помог книга его вся наполнена этим они готовы были сладкий сладкий ты мой сладкий то есть они целовали его но нет один костяк бы остался как они его любили шерсть и листья моих они валят вся нищета он нигде мимо не проходил вот этот фильм который идет Сибиряков и Накентия я не знал куда деньги идти Чубайс не знает куда но его он и не даст здесь а тот все каждый день фильм стоит такой посмотрите Сибиряков Сибиряков и Накентий помогите мне страшно его канонизировали или канонизировать собираются это перед самой революцией был человек который золотой промышленник и у него все толпились его чуть в дурдом не отправили да разве можно так жить он там училище образует при зрении бедных царь услышал и с ним встречу имел он тогда ушел в монашество это живой реальный человек наш русский о душе заботиться это о молитве я вам говорю как молитесь сейчас ты думаешь не думай просто ставь на молитву и доверь Господу Господи поверни мне что-то там внутри о чем я это слышал ты являешься вы знаете как в притче рассказывается Господь говорит приду днем пришел да что ты пришел тут иди ко мне я Христа жду ехать она до вечера их гоняла там один пришел другой солдат на одной ноге а вечером Господь зашел это у Льва Толстого все описано и он говорит я тебе три раза приходил как я тут полы мылом все приготовила настряпала тут и пельмешки и все я приходил к тебе три раза ты меня не узнала теперь плач снили он пришел к нам Господь он здесь Татьяне нашей сестре которая помощница мне в этом всегда записываю Илариона он болеет и болеет похоже очень и неизлечимо чтобы мы не просто вот взывали церковь там прослушать себе запиши я на память читаю молитвы все на память читаю но пришел момент сейчас я стал в руки брать листик потому что новые и новые люди поминают болящих я один раз даже вижу что-то забыл кто а тут Борис Семенович один вновь пришедший у нас там в занятиях и он на операцию и я его в конце записал и один раз так вернулся опять на молитву и теперь заново уже пересчитал если я на молитве подземнул отвлекся я заново начинаю читать молитву и не отойду пока Господи не отшибешь от меня сатану значит очень болен Кирилл Сахаров он приезжал сюда был югумен на Перстеневке рядом с Христом Спасителем храм где есть его всегда записывайте вы себе запишите не в эту бумажку которая она а ты размножь дай другим вот эта внучка ее Софья молитесь о ней она нам родная и близкая она через бабу родная и прочее теперь каких людей только я знаю у нас сегодня назвали четвертая Валентина одна Валентина вы знаете поменка другая здесь Валентина Дмитриевна Маркитанова она за ними Львов Николаевна ухаживала Шитику вы знаете тоже Валентина и сегодня вот назвали Валентину мы ее знаем сестра Игоря Владимировича молитесь духовно а потом говорили молитесь об Александре о Валерии мужа в Америке Наталья вы дома молитесь о нем вот представьте ты всем раз перед Богом это не заклинание какое-то а это смирение наше доверие что Бог сказал где двое или трое собраны Духом Святым во имя Его то есть по Евангелию там и Он посреди Он с тобой будет на молитве и особенно заботиться пенсионера никакого изменения не будет нам Бог дал жизнь продлил ее за 70 лет нет все чем-то чем-то заняты спрашивают следующее воскресенье я опять спрашиваю поднимите все до одного руки пенсионера эту неделю укрепитесь пост в среду уже пост начинается на этой неделе вот сегодня первый день недели уже двадцать восьмое будет ну надо хоть на тройку то сдать тридцать шестьдесят сто крат попросите Евангелия выходите сегодня на благовестие свой район или где-то выходите бесплатно подойдут спрашивать а вот по благословению патриарха все ну я же выдавал справки вам что законы на нас не трогают яровой мы зарегистрированы общно прошла перерегистрация я ничего не сделаю тут брат Севастьян тут сестра Людмила Степановна я обихожен и все время где что делать только дам скинул все сделали молитесь чтобы не ослабели чтобы не поколебались а кто поколеблется не благоволит тому душа моя заучить это наизусть ревность не так что я раньше делал так а сейчас я уже состарился облучился нет так не пойдет вот рядом старик он один и он такой работяга гляжу недели две нету как подойти не знаю к нему вчера гляжу на коленках видимо ноги отнялись и там один ему помогает вот рядом он пошел за хлебом приходит домой старуха зарезанная его поймали наркоман а у нее было всего 800 рублей попутно сказать значит его звать вроде метрофан и чтобы как то я мог подойти я не уже говорили давали евангелие они не движутся я его помню а сдвинуть с места никак не дано закрыто я попечитель повторяю и мое попечение знать нужды и попечение да и попечитель это особая должность настолько большая и великая это исповедник остался за Христа сидел тебя крутили вертили но живой остался до мученика не дотянул бог до чего ты тебе жизнь продлил и поэтому мне дана возможность редчайшая вагонину гонения кто будет там не выдержал отступил ходатайствовать за них что уменьшить не пятимью что я говорю я испытал я знаю это очень тяжело тебя в один день по стенке размажут но мне бог дал так что и заключенные и молились и заступались и близко ко мне не подпускали охрану выставили там среди зэков притом я нигде не лебезил ничего но что мне если кто то дал она тут же уходила на видео и это не видели кого допрашивали я спрашиваю никого не среди в теле обратился принял крещение у меня такое есть начальник тюрьмы неоднократно вызывал и беседовались и умер я потом с женой созванился по христиански это необыкновенное дивное чудо это оно было у апостола Павла 16 главе Дения апостола повторяю ничего моего там нету благодать я призываю вас ощутить эту благодать малые дети нуждаются в другом как их стронуть я сегодня им сказал вы были на экскурсиях по теряльке в голубятне алтайская правда большая такая газета губернская есть и там написано у злого человека голуби не водятся злые люди голубей не держат заголовки на развернутой так у меня 3-4 голубяти даже в дому уже статью в это я вхожу можно уже определить я говорю знаете были святые которые на столпах стояли Симеон Столпник Даниил Столпник а у русских пошло в землю он выкопал там ну негде строить не еще Никита Столпник но только вниз от уровня земли я говорю вам понравилось наглубять я хочу сегодня экскурсию вам сделать сюда под пол к нам сегодня у меня тут 8 человек дети все остайтесь они пожелали как мы 3 3 вещества 3 существа живые спасаем от голода от холода а они нам чем то помогают и вы их увидите увидите подвал который на 12 человек могут расположить и картопель и все это Бог сделал это вам перейдет все мы то ну какие мы уже никакие кто пожелает можете тоже увидеть здесь вот только кончится собрание выйдите а тут мы я свожу туда экскурсию так дроботы к вам вы все время меня уведомляете в чем нуждаетесь в пищи я не знаю Володя мы можем картошку давать если потребуется да понял картошку это очень важно второй хлеб далее мука макароны разное что там есть растительное масло ну сахар под вопросом чтобы не попал чужие руки как есть повторяю это не мое это мне помогали это осталось я беременно раздавал а теперь я все прижимаю чтобы вы были обеспечены обеспечены до октября следующего года иначе иначе ну то есть чтобы ни мыши ни крысы не поели позаботились об этом то есть с голоду уже не умрете деньги выдавать я их не имею права и это вам есть есть в эти деньги входите ни рубля вы сейчас не получите и даже не забудьте про это только молитесь чтобы ничего не изменилось я говорю это открыто говорят вот уговорите открыто там нападут отберут люди боятся телефон дать это знаете как что будет мой телефон не в тысячах а в миллионах экземплярах распространен ну терпимо есть хулиганы которые звонят каждый день по нескольку раз но это тоже не так часто не бойтесь что я открыто сказал нигде одни не появляйтесь ни к кому в дом не заходите никогда товарищам давай что-то посмотреть ни с кем по интернету не знайтесь никакого знакомства не заводите слышите вам оттуда не вылезти нигде и никак вот мне сколько на меня 6,5 тысяч человек я только заблокировал тысяч это пол дивизии я никому не отвечаю а зачем в наших материалах там все сказано 13 тысяч 150 роликов где-то я затягиваю это но прошу и обо мне помолиться если Богу угодно продлить мою жизнь чтобы она была ну не затухающая а наоборот в духовном поприще мы должны все выше и выше подниматься говорить вот у меня все молитесь чтобы в другое место кто-то что-то что-то повернул у нас уже кое-что там есть итак завершаем можно я да я хочу обратиться к детям к нашим я вам передаю периодически имена тех людей которые вам помогают не забывайте о них молиться пожалуйста молитесь о них они тоже в этом нуждаются мы не знаем этих людей они вас знают только по видео но тем не менее их сердце Господь расположил молитесь о них и благодарите Господа что Господь расположил их сердца к вам если Христос так далее у нас что как обычно песнопение трапеза и занятия песнопение после того как слазят ну а может быть убийство достойно есть всякого истину блажите тело Богородицу пресно блаженную и пренепорочую и Матерь Бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафин без истления Бога слово пренепорочую сущую Богородицу Тя величаем Господи защити Родину нашу от нашественных племенников от внутренних расприй от беззакония которое втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих так же просвети и защити людей не познавших Тебя обрати к истине чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца священники который не служит Тебе как должно пусть покавится в небрежении своем и проповедует смело и инославную об Иисусе Христе Господи праведны суды Твои над Россией за то что оставили Тебя и Слово Твоей изреченной Святой Библии прости нас Господи владыка жизни что сокрыли имя Твое Бога Иегова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Авва Отче Господи научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала слава чести поклонения Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь полминуты Отец Александр Бурдин он как-то монах или кто там был Сильян умер сообщили на этой неделе так что если по православному то мы должны верить что 40 дней уже идут по латарствам помолитесь чтобы Господень провел его их три брата они священником Сергей Бурдин это сын его так что помолитесь так все остальные можете выйти пока туда чтобы тут не помешать а ребятишек всех сюда пригласим